В этом зале парни и девушки со всего Казахстана. Это молодые предприниматели. Асем Койшегулова – хозяйка суши-бара в городе Аксай. Своё дело – занятие хлопотное, рассказывает она. Мы взяли деньги в кредит, то есть он до сих пор висит, оплата кредита, налоги через каждые три месяца. Ну вообще трудно, да, много работы. И приходишь домой, думаешь об этом, утром уходишь на работу, думаешь об этом, что-то новое, реклама, что-то делать. Вообще надо много сил и терпения. На неделю предпринимательства в Алматы Асем приехала за советом и опытом, которые, как она надеется, пригодятся в развитии своего небольшого бизнеса. В фонде развития предпринимательства готовы помогать и советам, и делам. Например, удешевить тот же кредит. Но заинтересованы, чтобы люди с деловой жилкой запускали производство, а не занимались коммерцией или оказанием услуг. Нам не хватает производственных компаний, которые бы делали МАДы в Казахстан, которые бы экспортировали, потому что наш внутренний рынок очень узкий. Но это проблемы, которые стояли 10 лет назад, 5 лет назад, еще ближайшие пятилетки будут стоять. Но дорогу осилит идущие, и нужно постепенно получать результаты. Недорогие длинные деньги – это вопрос номер один, говорит одна из сооснователей клуба молодых предпринимателей Зинаида Пак. Молодым предпринимателям без поддержки финансовой практически невозможно раскрутиться. Я имею в виду, ты идешь в банк, у тебя просто какой-то залог. Если ты молодой предприниматель, то, скорее всего, тебе в залог оставить нечего. Начать свое дело без серьезных финансовых вложений можно, считает молодой предприниматель Нурымбайдаулет. Вот уже полгода он занимается созданием сайтов для интернет-магазинов, для продажи товаров. Тут главный крутой бизнес-план, говорит он. Я разместился на всех площадках, на бесплатных площадках. На следующий день мне пошли звонки, и я уже на неделе подписал контракт на миллион тенге на отделку дома. И вот пошли первые деньги, и в итоге мы там довели обороты до 20-30 миллионов тенге. Вонули оттуда деньги, переложили в другой бизнес. Все-таки рискнуть и начать свое дело решаются немногие молодые люди. Проще сесть в офисе на фиксированную, но стабильную зарплату. Рекрутинговая компания провела специальное исследование и выяснила, какие профессии среди казахстанских студентов самые популярные. Самыми популярными специализациями в профобласти начала карьеры студенты оказалась добыча сырья, финансы, экономические специальности и административный персонал. На каждую вакансию в данной специализации в среднем работодатель получал от 95 до 120 резюме молодых соискателей. Мухтар Тайжан был вынужден оставить занятия бизнесом из-за своей общественной деятельности. Банкиры и инвесторы не хотят брать на себя политические риски. Теперь он рассуждает о таких темах, как безработица среди сельской молодежи. Когда он проиграл, проблема другая, у нас проблема безработицы, у нас нет проблемы ленивых людей. Я знаю, как живет Аул, я знаю, как живет город. У нас наши простые казахи готовы тачанки возить на базарах. Ну, кто сейчас вот молодые? Молодые-то в основном аульские ребята казахи, да? Они приезжают в город, они берутся за любую работу. Дворник, охранник, тележки на базарах катают. В Братской Беларуси тем временем президент Александр Лукашенко, чтобы заставить людей работать, всерьез хочет ввести налог на лень. Те, кто ищет способы, как бы не работать, будут наказывать белорусским рублем. Здоровая мировая практика показывает, что создание рабочих мест – все-таки забота государства. Чтобы граждане не лежали на печи, не поедали соцспособие, нужно создавать условия. Чтобы избавиться от каких-то там давлений со стороны и прочего.